Благословение Божьей! Воистину историческое событие, ведь с приездом епископа на Красноярскую землю православие, говоря мирским языком, получило официальный статус и было узаконено государством. Конечно, такое событие, как возрождение епархии и возглавление ее правящим архиереем, это церковная история нашей, выдающиеся события. Поскольку церковь теснейшим образом связана с народом, то тем паче надо думать, это и для тех, кто это понимает, и даже для тех, кто это не совсем понимает, это великое событие. Владыку встречало великое множество прихожан с цветами, целовали руку, получать благословение и настоятели церквей со всего края. Среди приветствующих Антония на Красноярской земле енисейский настоятель протеерей Геннадий Фаст. Именно он в фильме 90-го года рассуждал о том, как возрождалась тогда и как крайне необходима была вера людям именно в смутные времена. Мы сейчас стоим перед тем же, как князь Владимир, перед выбором. Ему надо было избрать веру, ему надо было избрать тот путь, которым бы пошел его народ, для того, чтобы выйти из тяжелого состояния, в котором он находился. Так и нам сейчас предстоит сделать этот выбор. Каков он будет, от этого будет зависеть очень многое. Геннадий Фаст показывает место на территории Успенского собора Енисейска, где был похоронен прах местно чтимого святого Даниила, больше известного сейчас как Даниил Ачинский. Со всей Сибири приходили туда люди, совершались панихиды о праведном старце и говорят, что даже были свидетельства о случившихся здесь знамениях и чудотворениях. Если говорить о нашем сегодняшнем и даже будущем, то молитвами, праведностью, подвигами таких старцев, каким был святой Даниил, кровью и страданиями тех мучеников, которыми оросилась наша земля в недавние прошедшие десятилетия. Вот мы надеемся, что их трудами, их подвигами, их молитвами и их кровью и возродится земля русская. До перестройки все, что связано с церковью, было чревато для мирских людей, вплоть до, например, серьезных проблем в карьере. И крестить и отпевать многие верующие предпочитали в условиях полной конспирации. И лишь начиная с 90-х люди массово пошли в церковь. Иконы в домах стали вытаскивать из темных углов, а из обряда крещения ребенка стали устраивать настоящий праздник. Анатолий, Тамара, Татьяна, Елена, Евгения, Александр, Светлана. Печать дара Духа святателем. Печать дара Духа святателем. Архипастерем Владыка Антони в миру Иван Черемисов в Красноярске прослужил в общей сложности 11 лет. Сейчас он митрополит Орловский и Болховский. Геннадий Фаст ныне настоятель Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Лены. На место упоения старца Даниила Венесейс по-прежнему приезжают верующие паломники. В начале 2000-х Красноярске и Вачинске во имя святого Даниила Ачинска воздвигнуты церкви. Я не видел еще ни единственного человека, которого бы моральный кодекс сделал добрым. И заповеди христианские, при некоторой их аналогии с всякими моральными кодексами разных стран, они отличаются именно тем, что это слово Бога. Что это не просто не уби, а что это Господь сказал, что не уби. И вот если я полюбил Господа, то я уже не могу нарушать Его заповедь. Я из любви к Нему и живу так, как учит Он.